Подайте что-нибудь, в конце концов. Я сострадание у вас прошу, а не подачки. Вот опять же, захочется, откажись. Вот давай, это по-хорошему, понимаешь, мы же должны в них нравственное какое-то чувство возбудить. Вот ужалим их, да, пусть задумаются. Старуха-предсказательница пробирается сквозь народ с просьбой о хлебе, но краюху, которую берегла для себя, ей отдаст юная соль. Та самая пера Александра Грина. Ей старуха поведает о суженом, который приплывет за девушкой под алыми парусами в город, где все считают ее немного сумасшедшей. Тебе я погадаю, я всякое могу, я знаю ворожбу. Мне страшно. Не верю. Что страшно в гадании? Фигня. А вдруг она сейчас тебе скажет, что тебе жить три дня, и ты умрешь? Мне страшно. Это вот тоже не верю. Колебайся. Хочется, но колется. На сцене нового молодежного идут репетиции спектакля про Ассоли Грея. Но вместо Эрля, прорицавшего главной героиней любовь всей жизни в шутку, который есть в оригинальной повести Грина, здесь юродивая старуха. Она появилась благодаря режиссеру и автору пьесы «Алые паруса» Алексею Тишуре. Для московского постановщика было важно добавить в историю тему пророчества и предопределения. К знакам надо прислушиваться, говорит Алексей. А вторая причина замены персонажа банальна. Мужчин в труппе театра не так много, а написан материал специально для молодежного. И роль старухи писалась специально под Елену Агееву. И тагильскому зрителю режиссер Тишура предлагает взглянуть на всем знакомую повесть немного под другим углом. Пусть это нахально прозвучит, но мне кажется, что есть всеобщее заблуждение. Всеобщее заблуждение, которое состоит в том, что «Алые паруса» — это не история про любовь, это история про мечту, про надежду. И, знаете, понятно, что читатель не обязан погружаться в историю, знать эпоху про автора. Но все-таки «Алые паруса» написаны в период величайших потрясений в России. Это революция. И у любого человека, который сталкивается с этим, возникает вопрос. А Грин, он был такой безнадежный романтик, что он оторвался от реальности и все равно писал что-то? Или же он, например, пытался как-то сохранить человеческое в этом безумии? То есть я пришел ко второму выводу. Мечта и надежда — то, что всегда с людьми на протяжении всей человеческой истории. И потому повесть «Феерия Грина» будет интересна всегда, говорит автор спектакля. Эта вечная тема будет раскрыта в отличной от оригинального текста форме. Реплики зарифмованы в сюжете, скрыты элементы детектива и неожиданные повороты. Когда я начал писать инсценировку, у меня возник, ну такой не то чтобы страх, у меня возникло сомнение, чтобы мы не потонули в быту. То есть просторечное выражение. Мне хотелось эту историю немножко возвысить. Плюс это одно. Во-вторых, все-таки отличие поэтического текста от прозаического — это наибольшая концентрация мысли. То есть поэзия — это концентрированная мысль, в ней гораздо более емко и содержание. В репертуаре молодежного театра это первый спектакль со стихотворным текстом. Для актрисы Елены Агеевой тоже. Мы первую неделю репетиций знакомились с текстом, потому что он очень сложный. Я, честно говоря, впервые работаю с таким текстом. И если в прозаическом тексте можно как-то схитрить и что-то своими словами сказать, то тут не получится. Здесь нужно его полностью знать, потому что нужно держать стихотворный ритм, мысль и эмоции, соответственно, образ и характер. Над образом и характером усиленно трудится и исполнительница роли Ассоль Анна Павлова. Правда, сложности у нее в другом. Не возникает ли внутреннего какого-то дискомфорта, когда ты играешь восьмилетнего ребенка? Мы, конечно, сделали возраст постарше, примерно 14 лет. И у меня есть с этим пока некие трудности, потому что дети безгранично верят в то, что им предлагают, и игру принимают в должной мере. Поэтому у меня есть некие затыки в актерском плане. Но стараюсь отпускать, действительно вспоминать, что такое детство. Познакомиться с этой версией «Алых парусов» можно будет даже раньше, чем состоится премьера. Она назначена на 12 марта. А за месяц до нее состоится авторская читка пьесы, где Алексей Тишура прочитает самые интересные части и пообщается со зрителем.